Более 10 лет в Полевском развивается борьба джиу-джитсу и за это время в копилке наших борцов весьма весомые результаты. У нас есть два чемпиона России, значит у нас есть четыре кандидата мастера спорта по джиу-джитсу и перворазрядники, второразрядники и так далее. Особенностью турнира было то, что он проводился без ударной техники, чистая борьба с элементами удушения и болевых приемов. К сожалению, из-за погодных условий не смогли приехать спортсмены из других городов, как это было в прошлые годы. Они бы, несомненно, усилили турнир и придали зрелищности поединкам. Но и без иногородних спортсменов накал борьбы был нешуточным. 41 участник, включая 12 девушек из трех клубов – Арго, Рекорд и 21-й школы – показывали свое мастерство на ковре. Зрители, среди которых в основном родители, эмоционально и порой просто неистово поддерживали своих борющихся чат. Первыми на ковер вышли самые маленькие спортсмены 2004 года рождения. Желание победить у них компенсировало недостаточное мастерство и умение бороться. Ученик 9-го класса 4-й школы Нахит Алиев за 8 лет занятия джиу-джитсу уже успел выполнить норматив кандидатов в мастера спорта, в дальнейшем собирается стать тренером. Самооборона вот это вот все лучше укрепляет, здоровье лучше будет. Ну и сам лучше становишься, так вот начинаешь бороться вот когда. Семиклассница 21-й школы Лена Симонова занимается этим видом спорта уже пятый год и также не собирается бросать, по крайней мере до 11-го класса. Нравится просто, я начала заниматься и понравилось. Ну не знаю, может стремлюсь, чтобы парни не обижали, не знаю, как-то, ну нравится. Организаторы выражают благодарность отделу МВД Российской Федерации по городу Полевскому за предоставленный зал. Конечно, было бы неплохо, если в будущем нашлись бы спонсоры, которые помогли бы сделать хотя бы косметический ремонт спортивного зала.